Борьба за первенство. Десятки парашютистов приняли участие в чемпионате по прыжкам с высоты, который прошел на аэродроме Вадулой воды. Провели его во второй раз. Парашютистов разбили на две группы. В первую вошли те, кто совершил менее ста прыжков. Во вторую – те, кто преодолел этот предел. 27-летний Александр Круду работает в области IT. Он стал самым молодым участником состязания. Именно он победил в категории до ста прыжков с парашютом. При том, что он начал заниматься ими лишь три месяца назад. Во время карантина было очень скучно, нечем было заняться, и я решил попробовать. Первый прыжок я сделал 9 мая, а сегодня был 102 прыжок. Александр говорит, что поначалу его близкие скептически относились к его увлечению, считая парашютизм опасным занятием. Со временем, однако, стали его поддерживать. Мама переживает. Она считает, что это очень опасно. На самом деле совсем нет. Есть запасной парашют, есть система безопасности. Организаторы чемпионата отметили, что в этом году, несмотря на пандемию нового коронавируса, число участников удвоилось. Предполагалось, что приедут и спортсмены из других стран. Однако из-за ограничений это стало невозможным. Это наши первые соревнования в 2020 году. Было много спортсменов, 20. Мы организовали все с максимальным соблюдением эпидемиологических норм. Как можно больше под открытым небом. Одно из направлений в парашютном спорте – это трекинг. Спортсмены прыгают с высоты 3000 метров, им дается определенное задание. У них есть специальные приборы GPS, которые определяют скорость и дальность. Значит, в этом направлении парашютном трекинге есть три упражнения. Вот. Это скорость, дальность и точность. GPS считывает все эти нормы, которые они устанавливают, и потом это передается судьям, и судьи определяют, кто сильнейший парашютист. Чемпионат длился три дня. Победителям вручили медали, кубки и денежные призы.